На право! Раз, два! На лево! Раз, два! Марш! У каждого отряда свой командир. И не всегда в этой роли старший товарищ. Команды здесь отдают и девочки, и ребята на голову младше членов отряда. Звание может заслужить каждый отличившийся. Правда, помимо громкого голоса, школьник должен следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Но и конкурс никто не отменял. И один из его этапов – это строевая песня. Песню! Саппи! Бой! Нам нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Команда сплачивается. У нас собрались все три класса, восьмые с первой гимназии. Нас подружили все, стали просто одним целым. Считаю это очень патриотически. Это важно знать историю и участвовать в таких мероприятиях. Некоторые научились разбираться, собирать автомат. Некоторые научились идти строевым шагом. Некоторые захотели пойти сразу в военное училище. Оценивала школьные отряды, компетентные жюри, в числе которых и ветераны, и военные нашего времени. Здесь идет большая патриотическая работа с молодежью. Правильно показывать тех героев, которые сейчас в наше время совершают подвиги. Сейчас широко освещается в средствах массовой информации и подвиг наших пилотов. Я думаю, что нашей молодежи нужно видеть не только какую-то мирную жизнь, но и то, что творится за пределами нашей страны, и ценить тот мир, который у нас сейчас находится в нашей стране. Месячник оборона массовой и военно-патриотической работы – это не только конкурс «Песни и строя». Есть и масса других мероприятий, где ребятам прививают интерес к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Ребята, помимо этого, ухаживают за памятниками героям, проводят военные спортивные игры. Во всех школах практически организации ветераны боевых действий провели уроки мужества. Это закладывает в них определенную основу. Они этим гордятся. Финал конкурса состоится 27 февраля на закрытии месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. На площади у Зимнего театра соберутся лучшие отряды победителей районных конкурсов. Но на этом работа по патриотическому воспитанию молодежи не заканчивается. В Сочи сразу стартует еще один конкурс «Герой моей семьи». Задача подрастающего поколения – собрать материалы о своем деде или прадеде, участнике войны. Итоги этого конкурса подведут ко дню победы. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».